Древнее озеро от Восточных Альп до сегодняшнего Казахстана. Как образовался и куда исчез крупнейший в мире водоем, рассказывает материал журнала Science. Когда 12 миллионов лет назад столкнулись литосферные плиты, они не только создали новые горы в Центральной Европе, они сформировали самое крупное озеро в мире. В этом огромном водоеме под названием Паратетис появились виды, каких не было больше нигде. Два новых исследования показывают, как озеро приобрело свои очертания. Палеоокеанограф Дэн Палчу из Университета Сан-Паул вместе с коллегами установил, что древний водоем занимал максимальную площадь в 2 миллиона 800 тысяч квадратных километров и простирался от Восточных Альп до сегодняшнего Казахстана. Это больше современного Средиземного моря, а объем его был в 10 раз больше сегодняшнего объема всех пресных и соленых озер вместе взятых. Из-за климатических изменений озеро уменьшалось в размерах как минимум 4 раза, но все равно стало домом для животных, каких не было больше нигде в мире. Многие из живших там китов, дельфинов и тюлени были миниатюрными версиями видов, населявших открытые моря, рассказал эволюционный биолог Павел Гольдин. Один из видов достигал 3 метров в длину, на 1 метр короче сегодняшнего дельфина Афалины. Таким образом, это самый маленький существовавший кит известной науки. Карликовость наверняка помогла этим животным приспособиться к условиям усыхавшего паратетиса, говорит Гольдин. Паратетису была уготована печальная судьба. Озеро прекратило свое существование примерно 6 миллионов 800 тысяч лет назад, когда из-за эрозии в его юго-западной части возник выход для воды. Это русло, скорее всего, находящееся под Эгейским морем, дало начало короткой реке, которая со временем дошла до Средиземного моря. Евросоюз заставит остальной мир заниматься защитой климата и придумал для этого необычный способ. ЕС повысит пошлину на парниковые газы на своих внешних границах. Издание Вельд поясняет, это будет своего рода компенсация за импортируемые энергоемкие сырьевые материалы. Так называемая пограничная углеродная компенсация означает, что более дорогими окажутся те товары, которые производятся за границей в условиях менее благоприятных для сохранения климата, чем в Европе, объясняет журналист Тобиас Кайзер. Стена для защиты климата, воздвигаемая вокруг Европы, должна способствовать тому, чтобы европейские производители, вынужденные платить более высокую цену за электроэнергию, оставались конкурентоспособными. Таким образом, можно будет иметь более строгие правила в области защиты климата и более высокие цены на электроэнергию, и при этом не ставить под вопрос существование рабочих мест. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн хочет в середине июля представить свой климатический пакет под названием «Готовый к сокращению на 55%». В распоряжении редакции газеты «Вельт» имеется еще не опубликованный текст этого законопроекта. Согласно ему, пограничные пошлины коснутся небольшого количества энергоемких сырьевых материалов, импортируемых Евросоюзом. Среди них сталь, цемент, алюминий, электроэнергия и удобрения. Перечень не оставляет сомнений в том, кого в первую очередь затронут новые правила. Это Россия, Турция и в меньшей степени Китай. Ни из какой другой страны за пределами Евросоюза не поставляется такое большое количество стали, как из России. Тогда как Турция намного опережает всех других поставщиков цемента. Автор делает важное замечание. Необходимо, чтобы новый законопроект не противоречил предписаниям ВТО. В противном случае торговые партнеры, которые посчитают, что эти правила ставят их в невыгодное положение, могут ввести штрафные пошлины. Глаза не только зеркало души, но и окно в мозг. Удивительную взаимосвязь между зрачком и когнитивными способностями обнаружили американские нейробиологи Джейсон Сукахара, Александр Бургойн и Рэндалл Энгл. В своей статье для Scientific American они пишут «Наши зрачки реагируют не только на свет. В них отмечается возбуждение, интерес или умственное истощение». По расширенным зрачкам ФБР даже определяет ложь и обман. Исследователи лаборатории Технологического института Джорджии показали, «Исходный размер зрачка тесно связан с индивидуальными различиями в интеллекте. Чем больше зрачки, тем выше интеллект, который можно измерить тестами на логику, внимание и память». В ходе трех исследований эксперты даже обнаружили, что исходный размер зрачка у людей, набравших в когнитивных тестах больше всего баллов, и тех, кто набрал меньше всех, отличается настолько, что это заметно невооруженным глазом. В масштабных исследованиях приняли участие более 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет. С ними проводили когнитивные тесты, при этом размер их зрачков, то есть диаметр черного круглого отверстия в центре глаза, измерялся с помощью датчиков. Любопытно, что размер зрачка отрицательно коррелирует с возрастом. У участников постарше зрачки, как правило, меньше и сильнее сужены. Однако связь между размером зрачка и интеллектом сохранилась даже после калибровки по возрасту, говорится в публикации. Субтитры создавал DimaTorzok